здравствуйте в эфире телеканал этом тв программа тема дня меня зовут александр гурарье мы продолжаем обсуждать войну израиля с ираном сейчас мы поговорим с григорием тамаром военным историком офицером армии обороны израиля григорий добрый вечер здравствуйте здравствуйте добрый вечер рад вас видеть рады вас видеть кстати подписывайтесь на наши каналы в ю тубе подключайтесь к нашему телеграмму и подписывайтесь на канал григория в ю тубе там очень интересно григорий мы сейчас поговорим о о нашей войне точнее о том что вот сейчас готовится ответ ирану причем по некоторым данным уже принято решение каков будет ответ мы разумеется об этом не знаем но тем не менее на столе лежат различные варианты и какой из них будет принят мы сейчас об этом тоже поговорим мы говорим о том что поговорим о том что байден администрация байдена держит просто за руки израиль просто не дает шевельнуться и всячески пытается застопорить вот эту вот ответную ответную атаку многие считают что если бы был байден то если бы простите был трамп сейчас если придет трамп то ничего подобного бы не было и кстати ничего подобного бы не было в украине но прежде всего я бы хотел задать такой вопрос сейчас идет в пабликах постоянная информация такая вот переписка о том что якобы григорий тамар выступает против трампа и пугает украину трампом что вот если трамп придет он все отдаст путину вообще с ним сядет договориться и от украины ничего не останется откуда ноги растут ну я рад что вы подняли этот вопрос что наверное нужно было на него как-то отреагировать это действительно вот и традиция пешивать ярлыки она очень свойственно некоторым граждан которые имели несчастье родиться на территории советского союза безотносительно как давно они оттуда уехали а вообще сама по себе мысль что кто-то может не разделять стопроцентной мудалевом соотношении точку зрения твою она в некоторых привозит бешенство значит я на эту тему отвечу мне кстати очень что мой хороший знакомый гарри табак чек которому я отношился с большим уважением вдруг не выяснив у меня лично хотя у него есть контакт позволил мне в сети совершенно необоснованные какие-то обвинения в мой адрес упреки ну даже если бы я действительно поддерживал байдена это пока что еще не является преступлением и это пока что не является на мой взгляд актом позора поддерживать того или другого кандидата в демократической стране учитывая что это ни одного из этих кандидатов не выбираешь не являясь гражданином этой страны я заявлю сейчас следующее вот чтобы эти вопросы снять свои скидя там кстати помимо гарри табаха очень многие люди в том числе и уважаемые люди которые в целом неплохо относился всегда есть например один очень известный писатель уже немолодой я зачитывал своего юности с большим уважением творчеству однако ему кажется что раз он хороший писатель он специалист во всех вопросах он не не понимая ничего от слова совсем в израильской внутренней политики позволяет себе высказывать необоснованные оценочные суждения по нашим внутренним вопросам хотя он не жил ни одного дня в израиле и понимает не знает иврита не понимает вообще ничего о том что здесь происходит позволяет себе там меня критиковать называя меня леваком я такой же левак как тот писатель балерина примерно но дело не в этом сейчас меня по-всякому называют значит давайте я свою позицию озвучу я понимаю что я сейчас произнесу страшные вещи для некоторых людей это будет ровно селению небес на землю но мне совершенно фиолетово кто победит на выборах в америке трамп или байт вот мне это не важно более того я не разбираюсь в американский внутренний политик и не собираюсь разбираться никогда не был в соединенных штатах америки и поеду туда только в том случае если будет необходимость по бизнесу по работе там оказаться у меня там нету никаких интересов и бывают такие люди которым не важна американская внутренняя политика так бывает я понимаю что для американца это наверное самое кощунственное заявление которое может быть американец наверное считает что свет клином сошелся на соединенных штатах но мне не важно я сейчас обосную свою точку зрения вынесем персону президента обамы который исключение подтверждающие правила действительно был ужасный для израиля президента если бы они о нем шла персонально вот речь я бы высказал другое свое оценочное служение я считаю что сила израиля или слабость израиля она не в белом доме а сила израиля и слабость израиля на визраиль вот если мы будем вести себя мудро стоять стойко вести себя мужественно последовательно то нам не будет важно какой президент в америке байден трамп или вася или кон а если мы будем вести себя неподобающе то какой бы там не был золотой президент нам все равно здесь не выжить поэтому секрет нашего вызывания здесь он не в белом доме он в наших сердцах и в наших мозгах и если есть люди инфантильные которые не доросли до национального самосознания им кажется что придет добрый дядя из вашингтона и нас защитит накормит и обеспечит всем то они ошибаются то же самое я могу сказать и гражданам украины ключ к победе он не в белом доме он в сердцах украинских солдат и украинских граждан и в мозгах и это понимать для некоторых это очень жестоко может быть звучит но это правда мы победили в сорок восьмом году не потому что нас америка поддерживала а потому что как голда мейер сказала она будет палками воевать мы будем палками воевать мне не важно кто там победит и в этом не разбираюсь а если есть люди которым заплатили деньги и они за эти деньги льют помои на других людей это пусть будет на совести этих людей если люди у которых осталось в голове полторы избилины и они не понимают что есть другие которые мыслят иначе но это проблема этих людей мне лишь очень грустно что люди которым я отношусь большой симпатии которые меня знают лично и знают что я абсолютно независимый человек политических суждениях ни никто не платит ни одной копейки за мою работу в соцсетях абсолютно спас свободный журналист высказываю свое оценочное суждение в так сказать в меру своей компетенции поэтому придумывать какие-то сплетни и ну это пусть будет на совести этих людей теперь я хочу отдельно сказать по поводу своей позиции в Израиле вот в Израиле я имею право высказывать позицию и обязан потому что я здесь живу я здесь плачу налоги я за эту страну воевал и я за эту страну чуть не отдал свою жизнь в дори в девяносто четвертом году когда пережил попытку лича со стороны палестинца так вот я испытываю глубокую личную неприязнь премьер-министру Бенемину Натаньяну не потому что он правый или не потому что он левый во-первых он такой же правый как я балерик я испытываю к нему неприязнь потому что я считаю что действия этого человека за последние 15 лет послужили очень плохо для нашего государства я считаю что единственное что интересует этого человека сегодня это его политическое выживание помимо этого я являюсь максимально антиклирикально настроен человеком настолько насколько это возможно в рамках соблюдения закона в демократическом государстве и любая деятельность на придание религиозным силам в этой стране больше и власти я буду стремиться бороться с этой тенденцией в меру своих сил если у кого-то после заявленного хватит совесть называть меня леваком или провоком то пусть это будет на совести этого человека я противник любой идеолог как левой так и правой я считаю что надо принимать решение исходя из здравого смысла а не из-за идеологических клише я считаю что трагедия нашей страны заключается в том что последние десятилетия политики педалировали здесь две концепции в равной степени тупиковые и не оправдавшие себя вот как единый и неделимый израиль это бред так и осло это бред из-за того что мы в этом бредовом вот круговороте вращаемся последние 30 лет здесь льется кровь то что у наших политиков не хватило мозгов здравого смысла и совести предложить осуществимые программы жизнеспособные программы не я в этом у меня все по поводу вот этой части ну вот давайте по поводу этой части и продолжим значит мы все говорили и так сказать что вот после трагедии 7 октября что израиль был в плену ложной концепции о том что хамасу невыгодно нападать хамас заинтересован повышение жизненного уровня своих граждан в газе поэтому надо давать им денег надо как можно больше палестинских рабочих пускать работать на нашу территорию потому что они приносят деньги они повышают уровень жизни в своей этой самой секторе газа кстати я в очередной раз напоминаю нашим уважаемым зрителям что до начала войны до 7 октября уровень жизни в газе был значительно выше чем соседнем великом египте который является одной из ведущих арабских государств в нашем регионе это это так сказать ремарка и вот сейчас практически то же самое произошло с ираном то есть нам уверя нас уверяли эксперты и в общем-то серьезные которые говорили о том что иран не будет не пойдет напрямую так сказать напрямую конфронтацию иран будет опять отвечать я имею ввиду ответ за ликвидацию вот этих вот семи высокопоставленных генералов корпуса стражи исламской революции то есть иран опять будет действовать через прокси и на этом все закончится и вот мы получили в прошу в минувшую субботу то что получили то есть атака причем массированная одна из самых насколько я слышал вы меня поправите как военный историк что это самая массированная атака воздушная на государство вот вообще в истории воин ничего подобного не было такого количества одновременно выпущенных боеприпасов а вот и мы вот сейчас вот думаем как отвечать а вот фактор сдерживания судя по всему улетучивается просто вот знаете как вот дымок от сигареты ну во первых по поводу воздушных атак конечно во вторую мировую войну встречались атаки не совсем более масштабные поэтому наверное корректно авиационные я имею ввиду именно обстрел ракетно поэтому корректно наверное здесь определить следующим образом самая масштабная атака непилотируемыми средствами вот так если мы определим вот непилотируемыми средствами теперь вы знаете я вам сказать что да вы совершенно правы но никто не мог предположить что иран подарит израилу такой подарок а из иран подарил израилю подарок потому что ну как сказать то что подобная атака закончится примерно таким результатом понимал любой человек который ну вообще понимает что такое военная технология военное искусство вот в войне 21 века григорий осмелюсь осмелюсь перебить я вы уж извините меня но я слышал интервью с ведущими генералами которые один вот сегодня я слышал который был командующий про системы противоракетной обороны израиля долгое время он сказал что то что произошло это феноменальный успех и лишний раз доказывает что есть всевышний на небесах это сказал генерал кстати он профессор кроме всего прочего потому что то что 99 процентов было сбито это это блестящий результат но этого даже никто не ожидал то есть если бы сбили 90 а все бы то все бы аплодировали потому что элемент чего произошел все таки что не было никаких столкновений между между самолетами разных стран что не было случайных выстрелов и так далее то есть могло быть очень много непредвиденных вещей которые не случились вы знаете не соглашусь с уважаемым профессором и генералом давайте разобьем это все попутно иран применял технологии которые на несколько поколений уступают израильцы это первое ну а как должны отработать технологии которые на несколько поколений превосходят ну вот своих против но это все равно что сегодня поднять моторную авиацию против реактивно и надеяться на иное это первое второе как не столкнулись воздухе ну просто очень не столкнулись воздухе по секторам работали как бы были четко сектора распределены сферы ответственности в географически и таким образом они не столкнулись и не это элементарно очень просто сделать слушайте лучше лучше авиация мира работала в воздухе британская американская израильская и орданскую можно воспринимать условно как почти как британская и орданская авиация французы еще были но французская авиация не работала работали системы по с кораблей теперь значит да теперь что касается смотрите давайте разберем это просто ну во первых вы сказали там беспилотника было в действительности больше чем 200 при том значительно больше просто мы не знаем сколько почему объясню часть беспилотников не было сбита они упали просто потеряв управление и сколько таких беспилотников было да вот ходили ходили кадры там в проводах запутались в таки сидели беспилотники прямо сколько таких аппаратов было мы не знаем мы можем примерно предположить да вот теперь значит по беспилотникам отработала авиация но слушайте ну а как должна работать лучше в мире авиация которая координируема со спутников обладает самыми совершенными боеприпасами соответствующими как она должна отработать по беспилотникам которые являются крайне уязвимым целью я вам скажу больше израиль прекрасно бы справился и без этих вот там союзников наш конечно огромное спасибо но тем не менее почему участие союзников имела колоссальное значение во первых потому что это был беспрецедентный политический акт с 56 года это был впервые когда израиль в его боевые действия в сотрудничестве с другими странами с войны северной кампании да еще и с арабскими не просто с другими но с арабскими ну в тогда воевали вместе с англичанами французами сейчас вот это важнейший политический был такой вот ну такой акта это первое второе никто не знал поведет себя из балла и вот есть была в этот момент широкомасштабную атаку которая не в состоянии сделать вот тогда мы бы не справились без помощи наших западных и восточных друзей поэтому вывод который напрашивается либо хизбалла как вам сказать влияние ирана на эту организацию несколько преувеличена да либо несколько преуменьшено желание жить со стороны руководства хизбалла потому что понятно что ответ был бы очень болезненно почему я говорю что иран сделал подарок да потому что во первых мы теперь точно знаем какие у них реальные оперативные но они сейчас кричат на всех углах что мы еще мы еще покажем что если не дай бог все низкое образование допустить вновь такую же ошибку то мы применим то чего еще никогда не применяли поскольку об этом кричали кричат уже несколько дней причем на разных уровнях там от министра иностранных дел и так далее то есть это лишнее рассвидетельство о том что они в панике и они в общем-то пытаются пытаются запугать послушайте ну вот в россии говорят по z каналам что у ирана есть гиперзвуковые ракеты иран уверяет что они их уже даже применить просто просто этого никто не заметил вот да вот ну давайте мы посмотрим послушайте иранская военная машина создавалась изначально израиль семидесятый год потом она усиливалась советскими специалистами вот она и осталась на том уровне а как ведет себя советское оружие она же российская покрашена значит в столкновении западным мы это видим в украине она в 90 процентах случаев уступает значительно а израильское оружие в определенных сферах превосходит любые западные она скажем ракета уровнях с 1х 2 такой ракеты нету ни у кого ну не даром их немцы сейчас закупили для системы противовоздушной обороны германии то есть один уровень будет закрывать именно хэдс а вот то есть это прекрасная ракета прекрасное оружие но я хочу здесь сказать следующее какой бы ни прекрасный подарок нам не сделал иран давайте так что не будем забывать что воины не выигрываются пво пво пред всем моим бесконечным уважением вспомогательный род войск и если мы хотим действительно сохранить фактор сдерживания то нам необходимо принять меры по устрашению иранского режима то есть надо наносить удар по ирану какой это будет туда это уже не я так сказать не настолько тут мама масса есть вариантов которые могут быть применены но это должен быть удар болезненный унизительный и демонстрирующий настолько же превосходство технологическое в атакующем оружии насколько мы его продемонстрировали его оборонить ну иранцы вообще-то празднуют победу ликование в тагеране там непрерывно по телевидению крутят кадры значит каких-то горящих объектов при ближайшем рассмотрении выясняется что это там горящие горящие леса в техасе там или там в аргентине но как бы они пытаются убедить свой народ что задержана блестящая победа и что сионистский враг повержен и так далее так далее вопрос по российским каналам передали что у нас 40 человек погибло ну что можно сделать если люди это такие цивилизации которые живут в мире сказок в меру своей фантазии страшно ну что сказать ну в египте из в каире стоит музей победы к и египетской армии в войне судного дня ну что тут можно сделать разгромили тогда они бежали поэтому 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 по большому счету какая нам разница что происходит в тегеране нам важно что происходит в тельвии и сейчас объявил есть информация о том что был отменен перенесена дата атака атаки на рафиях которая должна была состояться в ближайшие дни я напоминаю что хамас гордо отверг все предложения которые им дали в том числе американские даже американцы сказали вот теперь все белый дом заявил что то сказать все исчерпанным наконец-то они поняли что хамас и не собирался договариваться все это было просто затяжка времени то о чем им говорили израильтяне то о чем им говорили египтяне а американцы все время игры нет 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 надо дать шанс миру но они тоже живут кстати похоже в мире фантазии таких которые они сами себе создали вот но сейчас как бы вот встает встает вопрос как необходимо то есть ударить только по ирану или можно обойтись ударом по прокси допустим по той же самой хизбаллете более что с хизбаллой рано или поздно и так придется разбираться да нет я думаю что бить надо как раз по ирану а что касается рафиаха но еще у инстан шерчилль сказал что американцы в конечном итоге принимают правильное решение перепробовав до этого все неправильно вот так что так что ну я напомню просто подзабыл что вот операция защитная стена беспрецедентная в своем историческом периоде по успеху и по результативности американцы дали на нее окей после того как они поняли ну имеется ввиду операция израиля поясните не все знают что да 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 операция защитная стена это 2002 год когда рель шарон в бытность премьер-министром сломал хребет арафатовскому террору загнал арафата в резиденцию в мукате где он сидел там до самой смерти и в общем это тоже нам грозили что будут тысячи погибших и там израиль провел беспрецедентную военную операцию у нас были конечно потери несколько десятков человек потеряли но в целом эти все значит гордые арафатовские соколы были разогнаны и так далее так вот американцы дали нам окей на проведение операции во-первых после очередного теракта жуткого который произошел пасхальную ночь когда-то погибло несколько десятков израильтян а во вторых после того как израильская разведка смогла продемонстрировать американцам что арафат их обманывал много лет и не собирался с израильтянами договариваться реально а готовился наоборот к войне так что вот то что сейчас американцы наконец осознали что такое хамас что это по сути исламские фашисты которые не договороспособны и единственное что с ними можно сделать это застрелить но я рад что наши американские друзья наконец-то это осознали я надеюсь что произойдет штурм рафеха я надеюсь и буду молиться чтобы как можно меньше наших солдат погибло при этом и также чтобы наши заложники были освобождены те из них кто еще жив и конечно же чтобы при попытке к бегству была застрелена вся верхушка уничтожена хамаса вот эти вот головорезы эти подонки которым нету места на этой земле чтобы они просто были уничтожены вот когда их трупы продемонстрируют жителям газы вот я хочу посмотреть какую тогда победу они ну к сожалению при попытке к бегству у нас редко ликвидируют их скорее всего если до этого дойдет возьмут в плен потом их будут судить потом они будут сидеть тюрьме и потом когда-нибудь их обменяют на каких-то заложников знаете я общался с нашими военными вот по этому поводу также последнее время что-то мне подсказывает что судя по настроению в нашей армии что дело автобуса номер 300 не повторится что за дело автобуса номер 300 а это очень известное дело когда в конце восьмидесятых террористы по моему да кстати вот того же хамаса я сейчас могу быть не точен а помню были хамасовцы захватили автобус номер 300 с пассажирами на севере по-моему который шел из на горе это как раз вот было недалеко от ашкелона его хотели угнать газу и спецназ шабака штурмовал этот автобус и освободил заложников и уликвидировал террористов в бою а потом через два дня появились кадры которые говорили о том что часть террористов по завершению штурма выходила с поднятыми руками из автобуса а когда приехала пресса то этих террористов продемонстрировали мертвых это был конец восьмидесятых я подчеркиваю то есть они вышли из автобуса но не дошли до было правительство вот не могу имя еще не жил в израиль а приплом 90 но я я приехал в израиль 90 об этом случае говорили еще вот как о вчерашнем не могу сказать какое было правительство либо правительство национального единства между а водой и ликудом либо это было правительство уже шамира как бы не могу сейчас сказать поклясть санатория не помню просто не знаю вот но в любом случае руководство шабака ушло в отставку этих офицеров выбрали шабака там и так далее никого не посадили но скандал был большой и карьера и люди заплатили потому что мы демократическое государство и вот значит мы должны в пленных брать в плен а не убивать на месте но события которые произошли 7 октября почему-то мне кажется какие-то вещи в нашем обществе поменялись ну вот безвозвратно это большое горе что так случилось я бы предпочел чтобы не было 7 октября это произошло но вот как а григорий по поводу по поводу вот атаки на иран и возможно это сказать расширение военных действий то есть возможно то есть есть мнение что если будет сильная атака если будет нанесена так сказать серьезные удары у иранцев тоже не останется выхода потому что их просто там сметет своя же народная масса как начать войну на кого может иран рассчитывать в этой войне дело в том что вот мы видим кадры и и в твиттере и в фейсбуке в основном твиттере показывают как значит там фотографии там в россии лозунги иран мы с тобой значит мы читаем комментарии наших зрителей из россии некоторых не всех разумеется которые там начинают кричать что иран это мы мы иран поддержим там и так далее то есть на кого может рассчитывать иран то есть если израиль может рассчитывать на поддержку своих соседей сунницких арабских государств на поддержку соединенных штатов великобритании и так далее на кого может рассчитывать иран ну я хочу напомнить немножечко истории иран конечно же может рассчитывать исключительно на россию путинской но путин когда говорит что россия это правоприемник советского союза давайте ему поверим на слово а также давайте вспомним что начиная с 48 года вот если мы вынесем за сколько войну за независимость все остальные войны которые здесь были израиле произошли исключительно по вине и с прямым участием советского союза в пятьдесят пятом году ссср продали впервые советский союз продал первые танки египту современные т-55 и это было тем событием которое подтолкнуло бен гуриона к вступлению в союз с великобританией и франции для борьбы против египта в шестидневную войну война это была возможно исключительно потому что советский союз накачал египет и сирию бесконечным количеством самым современным в тот момент оружия и пригнал сюда тысячи так называемых советников война на истощение которая шла шестьдесят седьмого по семьде первый год называется иначе советско-израильская война только на территории сенайского полуострова израиль уничтожил более двухсот советских офицеров за четыре год войну судного дня в 73-м году на территории сенайского полуострова была развернута дивизия пво советская помимо всех советников и так далее израиль сбил несколько десятков мигов которые пилотировали с советскими летчиками я лично беседовал с врачом который работал в больнице барзилла и башкило где были госпитализированы плененные советские летчики в 73-м году война ливанская кстати кстати извини добавлю что нынешний мэр тель-авива бессменный мэр тель-авива он является генералом генералом военно-воздушных сил он участвовал боях я брал у него интервью неоднократно и он значит подтверждал что сталкивался в воздухе с российскими советскими извините тогда летчиками и говорил да приходилось сбивали ливанская война 82 год израиль принял беспрецедентную операцию по уничтожению сирийских пво и ввс там был самый большой со времен второй мировой войны воздушный бой одновременно участвовало порядка 700 боевых машин при около 300 израильских полу 500 слишком слишком с лишним сирийских и сирийцы потеряли 80 машин и отошли и израильтян не потеряли ни одной а советская система пво была с воздуха таких поддерживала она была до этого подавлена дезорганизованы и так далее отдельную можно передачу так я вот хочу сказать российским нашим слушателям что советские то летчики и зенитчики воевали то получше чем сегодня современные российские в любом случае и израильским нашим слушателям я хочу сказать чтобы мы не обольщались друзья нам предстоит в перспективе военное столкновение с российской федерацией это наши реалии хотим этого или нет произойдет это видимо на территории сирии и это неизбежное развитие событий тех геополитических и военных которые имеют место в нашем виде теперь на кого может рассчитывать иран на россию может рассчитывать иран на северную корею китай ну давай на на китай если китай поймет что ему выгодно поддерживать иран китай и у них китай есть один союзник это доллар больше у китая союзников и китай делает исключительно что ему выгодно это в может соловьев рассказывать сказки российским зрителям что русские с китайцем братья на а не братья на век пока китай это выгодно вот такая вот у нас ситуация спасибо спасибо большое григорий тамар офицер армии обороны израиля в отставке военный историк журналист подписывайтесь на канал григория тамара там интересно а наша программа подошла к концу всего доброго до свидания спасибо